Привет-привет! Жизнь всегда готовит нам сюрпризы, но наши новости это уже Т-традиция. Поэтому, как всегда, устраивайся поудобнее и смотри самые свежие новости нашей республики. В эфире Универ Ньюз с тобой я, Гульфия Матугульна. Сегодня в выпуске. Представители компании «Тримбл» посетили Казанский федеральный университет. В инженерном институте КФУ прошла конференция «Углеродные материалы». Делегация представительства в России и СНГ компании «Тримбл» прибыла в Казанский федеральный. Корпорация «Тримбл» — это мировой лидер внедрения GPS, лазерных и оптических технологий. В каких направлениях будет развиваться сотрудничество двух гигантов, узнаем далее. Делегация представительства России и СНГ компании «Тримбл» прибыла в Казань 1 марта. Цель визита — встреча с руководством КФУ и знакомства с инфраструктурой вуза. Гостям уже продемонстрировали возможности и работу образовательных центров. Приветствую вице-президента компании «Тримбл» Криса Гибсона. Ректор КФУ «Лиша» от Гафуров рассказал о том, почему нефтегазовое и нефтехимическое направление является одним из приоритетных КФУ. Также было отмечено, что взаимодействие между государством, предприятиями и университетом отработано. И со своей стороны КФУ готов к сотрудничеству. Представьте, у нас 44 тысячи с лишним студентов. Из них, ну, тысяч пять точно должны научиться работать на вашем оборудовании. Поэтому мы открыты и готовы к сотрудничеству. Наиболее перспективный формат взаимодействия — это специализированные научно-образовательные центры на базе КФУ. Ближайший такой проект — это запланированные на 2017 год открытия в КФУ-центра «Радей Шварц». Казанский университет привлек внимание компании «Тримбл» из США благодаря широким возможностям как в использовании разработок предприятия, так и с возможностями организации образовательного центра на территории одного из крупнейших университетов России. Наше сотрудничество может реализовываться в работе с различными предприятиями в нефтяной отрасли и строительстве. Казанский университет является передовым университетом, и я хочу заверить, что наша компания приложит усилия для развития сотрудничества. По результатам проведенных встреч стороны договорились о необходимости разработать рабочий план, где были бы подробнее прописаны варианты сотрудничества и обязанностей сторон. Анастасия Иванова, Ленардо Влитяров, Универньюс. В Казанский федеральный университет с визитом прибыли представители Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Каковы итоги встречи, узнаешь в следующем сюжете. В Инженерном институте Казанского университета прошла конференция углеродной материалы, где организаторами и основными докладчиками выступило акционерное общество «Неграфит», которое входит в контур управления Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». Суть конференции, которая впервые с нашим участием прошла в Инженерном институте, заключается в создании коопераций научных подразделений Татарстана и Госкорпорации «Росатом» в целом для решения задач в интересах и «Росатома», и Республики Татарстан. В конференции приняли участие не только предприятия Республики Татарстан, но и бакалавры и магистры инженерного института, которым была интересна эта тема. В докладах прозвучали вопросы дальнейшего трудоустройства студентов. Вот как раз сейчас мы наметили пути сотрудничества и обговариваем конкретную, как сейчас принято говорить, дорожную карту, в которой будут уже указаны пункты, которые мы могли бы развивать. Вот в процессе конференции эти пункты были выявлены. Всего конференция будет длиться два дня. Сначала спикеры выступят с докладами, а на другой день пройдет знакомство Государственной корпорации «Росатом» с другими институтами Казанского федерального. Коллеги из других компаний подчеркивали выступавшие до меня, после меня. Она заключается в том, чтобы найти хорошие инженерные, технические, материаловедческие решения для предприятия Татарстана. Взаимосвязь инженерного института КФУ и российского атомного сообщества «Неграфит» в дальнейшем будет очень полезна и необходима как университету, так и государственной корпорации «Росатом». Анна Глазунова, Роман Самарин, «Универыньюз». Состояние психики изменчиво на протяжении всей нашей жизни. Ежедневно мы испытываем разнообразные виды эмоций, смену настроения, что приводит к становлению общего психического состояния. Об этом и не только порассуждали студенты Института психологии и образования КФУ. 11-я международная зимняя школа по психологии и состоянии состояла 2 марта, которая будет проходить 2 дня в Институте психологии и образования КФУ. Преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты с разных городов России и ближнего зарубежья, уже которых год подряд с удовольствием становятся участниками этой конференции, открыл уже традиционную школу доктор психологических наук Александр Прохоров. Люди приходят к психологу и говорят, что мне плохо. И говорят, что у меня то-то, то-то, мне страшно, у меня тревоги, у меня утомление сильное, бессонность и так далее. То есть это все состояния. И вот мы обучаем студентов работать с этим несостоянием, собственно говоря. Но и в Казани, в Казанском университете сформировалась школа психологии и состояния, ну, в общем-то, единственная по России. На пленарном заседании с докладами выступали кандидаты доктора наук, студенты и аспиранты Казанского федерального университета, ученики Александра Прохорова и просто активные научные деятели психологии. Актуальные темы докладов всегда вызывали животрепещущие споры и дискуссии, внутри которых рождались новые темы для новых научных изысканий. После пленарного заседания участники конференции разошлись по мастер-классам, тренингам и круглым столам. Елизавета Етифеева, Роман Самарин, Универньюз. На юридическом факультете Казанского федерального университета состоялась открытая лекция профессора университета Дуэста Бильбао Филиппа Гомеса. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. В четверг 2 марта на юридическом факультете Казанского федерального университета состоялась открытая лекция профессора университета Дуэста Бильбао Филиппа Гомеса. Основной темой лекции стало правосудие переходного периода в плане перехода от диктатуры к демократии и от конфликта к миру. В этот день я буду говорить о трех аспектах в правосудии переходного периода. Во-первых, право на то, чтобы люди знали истину, чтобы они знали то, что было и какие права были нарушены. Во-вторых, это право на справедливость. И в-третьих, будут рассмотрены компенсации жертвам, пострадавшим во время конфликтов. Диана Шилова, Леонардо Литьяров, Универньюз. К чему стоит готовиться музыкантам Казани уже сейчас? Чем может помочь начинающим инструменталам секрет Антонио Вивальди? И почему эта весна обещает быть действительно прекрасной? Ответы на эти и многие другие вопросы уже узнали студенты высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Узнай и ты. Наступление весны высшая школа журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального встретила соответствующее. В ее стенах прошла пресс-конференция, которая моментально передала всем зрителям настроение некого ожидания, чувство прекрасного вдохновения и предвкушения только самого лучшего. Главным героем на данной встрече стал Рустем Обязов, художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра «Ля Примавера». Главный дирижер поделился с прессой и студентами высшей школы журналистики самыми ближайшими планами на проведение крупного международного фестиваля «Лярта де лярка», что в переводе означает «Искусство смычка». В этом году мы проводим пятый, уже небольшой юбилей получается, пятый фестиваль. Призван этот фестиваль знакомству казанских и не только казанских, потому что у нас есть два выездных концерта в Набережной Челны и в Нижнекамск. Знакомство слушателей с топ-солистами в области струнно-смычкового искусства. А далее начинающие журналисты на пару с приглашенными СМИ города задавали вопросы и вели активную дискуссию, в ходе которой приглашенный спикер раскрыл секрет успеха известных дирижеров. Должен быть какой-то стержень, какой-то человек, вокруг которого все это вертится, и который может навязать, ну, в хорошем смысле, навязать свою волю, и вот тем не менее починить музыкантов, чтобы они исполняли так, как нужно это дирижеру. Стоит отметить, что Императорский зал Казанского университета с его великолепной акустикой уже давно стал традиционной и любимой концертной площадкой музыкантов оркестра с самого момента его создания. И именно здесь сформировался круг поклонников коллектива, прирастающий сегодня новым поколением слушателей. Аделя Шамилова, Ленар Довальтеров, Универньюз. На сегодня у меня все. И помни, жизнь – трагедия для тех, кто живет чувствами, и каменья для тех, кто живет умом. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!